Доплата за самоотверженный труд. В Североказахстанской области ее получили 459 медицинских работников, относящихся к трем группам риска. Все они борются с новым вирусом. Для материальной поддержки работников сферы здравоохранения из республиканского бюджета выделили почти 44 миллиона тенге. Все подробности далее. Еще раз хотел бы отметить героический труд врачей всех медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся на передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку. Во-первых, все медики, которым положены дополнительные выплаты на время чрезвычайного положения, должны вовремя получить соответствующие надбавки. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм, получателей и так далее. Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки. Мы помогли тем медработникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч. В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников. Считаю, что регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и медсестер. Которые день за днем борются с невидимым врагом. В условиях режима ЧП и карантина они еще никогда не работали. Как и с болезнью, о которой до сих пор известно не так много. Из дома в режиме онлайн их поддерживают родные. Кроме их заботы чувствуют сверхказахстанские медики и внимание со стороны государства. К третьей, по словам специалистов областного управления здравоохранения, относятся работники скорой медицинской помощи. С появлением нового вируса количество вызовов бригад резко выросло. Шандос Загипар пришел на работу в областной центр скорой медицинской помощи в конце 2019 года. До этого несколько лет трудился в районе. Почти 44 миллиона тенге из республиканской казны выделили на Североказахстанскую область для надбавки медицинским работникам. Ее получили около полутысячи специалистов сферы здравоохранения. 43,9 миллиона тенге 459 работникам. Именно тем, кто задействован в этих мероприятиях за фактически отработанный период времени. Выплаты производились в соответствии с разграничением по группам риска. По первой группе риск это особо высокое, по второй группе риск это высокая степень риска и по третьей группе это средняя степень риска. Данные выплаты будут продолжены в апреле месяце. До 20 минимальных заработных плат получат медики, относящиеся к первой группе риска. На надбавку до 10 минимальных заработных плат могут рассчитывать специалисты сферы здравоохранения из второй группы риска. Работники, относящиеся к третьей, дополнительно к основной заработной плате получат до 5 минимальных заработных плат. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.